Здравствуйте! Меня зовут Елена Полякова. Я актриса, 79-го года рождения. Родилась в Москве в семье творческой, художников и математиков. Закончила ГИТИС. Это было не первое мое образование. Я искала себя. После ГИТИСа сразу стала активно сниматься. Год проработала в театре Станиславского, пример Зоевой. И ушла в съемки с головой. На сегодняшний день, наверное, около 80 ролей главных, второстепенных, разных. Мне, в общем-то, можно сказать, что везет. Перечислять ничего не буду. Если интересно, это всегда можно в интернете посмотреть. Расскажу смешной случай. У меня в была погоняла Буратино. Ну, там, не знаю, за счет того, как смеялась или носа. И я однажды пришла на Масфильм на пробы к режиссеру Дмитрию Иосифову, который в детстве сыграл как раз того самого Буратино. Я захожу к нему в комнату, закрываю дверь и вижу, что за камерой стоит абсолютная копия Дмитрия, его сын, оператор. В этот момент я понимаю, что в комнате заперты три Буратино. Пробу я провалила, естественно. Не созналась, потому что мне показалось, что это глупость. Сейчас артистка будет рассказывать, что мы все из Буратино собрались. Но случай такой запомнился. Спрашивайте. Вопросы? А вот еще я недавно была в передаче у Татьяны Устиновой «Мой герой». Симпатичная очень передача, мне она на самом деле очень нравится. И я была героиней этой передачи. И очень интересно было посмотреть на интервью актеров, которые мои коллеги со мной снимались, и которые как-то говорили обо мне те или иные слова. И, наверное, пять разных интервью, и у них у всех были примерно одни и те же эпитеты. Что удивительно. Я даже не подозревала, что я так выгляжу со стороны. Они все говорили, что я человек, который производит впечатление целеустремленного, который всегда знает, что он хочет. Он хочет очень такой с холодным умом. Мне-то кажется, что меня всегда раздирает на куски. И я все время во всем сомневаюсь. Но, оказывается, я произвожу впечатление очень неуверенной в семье особо. Прекрасный вопрос. Спасибо. Ну, давайте другой тогда вопрос. Что вам как человеку дает эту профессию? Что мне дает эта профессия? Это человеку. Возможность. Возможность попробовать, возможность прожить, возможность окунуться и какие-то еще жизни, что-то из себя вытащить, то, что в жизни фиг вытащишь. Не все оценят. А тут такая свобода. Свобода маски. Когда ты ее надеваешь, ты в этот момент можешь действительно раскрыться. Привет. Что отличает вас как актрису? От кого? От других. А мне кажется, все друг от друга отличаются. Нет похожих, нет одинаковых. Нет. Все разные. У всех своя какая-то фишка. Не знаю, черепа. Основная какая-то история. Мне предлагают очень часто роли таких изменчивых шпионок, каких-то неожиданных героинь, которые что-то играют, а потом как-то раз и раскрываются в совершенно другую сторону, оказываются какими-то брутальными, не всегда хорошими личностями. Но таких с двойным дном в основном я играю героиней. Хорошо, зачтено. Кого бы вам точно не хотелось играть? Не хотелось? Бу-пупом-пупом. Интересный вопрос, интересный вопрос. Ну, конечно, я не хотела бы играть 100% человека, который мучает детей, издевается. Маньяка, который доставляет страдания, скажем так, физические другим людям. Я бы не хотела никого мучить, издеваться. Психологически это интересно. А вот так вот и дети, это просто запретная тема. Театр для меня в трёх словах. Театр для меня в трёх словах? Вы знаете, я очень люблю кино. Это в следующий вопрос, ответите. Я не люблю театр. Три слова. Три слова. Прекрасно. Кино в трёх словах. О, я совершенно обожаю моя профессия. Причём не только актёрски. Я пишу, я режиссирую, я снимаю, я обожаю кино. И мне кажется, что посредством кино можно действительно и выразить всё, и воздействовать на любого человека. И донести какое-то действительно честно, и эмоционально, и мотивировать. И просто как возвысить, так и просто уничтожить. Привет. И последнее. Это даже не вопрос. Такая некая... Не прям как-то, не знаю, как-то исследование. Вот если бы здесь и сейчас, прям здесь и сейчас. Вот так, взяли, нажали паузу, дали прям листок, ручку, вы сказали, напишите абзац с парой-тройкой предложений о том, что вы в данный момент просто хотели бы описать. Узнаю про себя, про жизнь, про настроение. Вот просто вот некое резюме конкретно вот в этот период. То есть вот этот период и туда, к рождению. Вот вдруг что-то из этого вы хотите написать? Хороший вопрос. Я на самом деле что-то такое резюмировала. Не для интервью, а для себя по жизни. Недавно как раз. И резюмировала я следующую историю. Что на самом деле все то, что мы проживаем, переживаем, то, почему мы убиваемся, не знаю, страдаем, оно, конечно, имеет место быть. И оно нас затрагивает. Но ровно настолько, насколько мы хотим и насколько мы реагируем. Я в какой-то момент поняла, что... Ну, то есть можно и не расстраиваться. Вообще. Понятно, это как бы... Такое может показаться поверхностное осуждение. Но от нашего восприятия, от того, как мы отражаем действительность, в общем-то, она сама так и складывается. Ну, вообще известно, что можно посмотреть на проблему с одной, с другой стороны. Там сосуд наполовину в пол, он пуст. Это, в принципе, все про это. Но я поняла для себя, что очень важно в себе вот как бы эту такую благодарность держать за то, что ты живешь, за то, что рядом твои близкие, за то, что в тебе есть любовь, за то, что ты любишь. У тебя руки, ноги, сердце. И что каждый шанс и каждая возможность, она твоя. И нужно за нее благодарить и ее исполнять.